Why are you gay? И вообще один из лучших леопардов игры, так что, который я не посмотрел, обязательно гляньте. Ну а сегодня речь пойдет про сам самолет. И можно сказать, что для меня это немного нестандартный видеоролик, потому что я на самом деле не пилот и особо толком не умею летать. И еще с 2014 года. Именно тогда я перестал летать на самолетах и начал выкачивать только танки. И давайте потихонечку начинать. F-5A Freedom Fighter. Бувер рейтинг у него 10,3. По сути он является практически максимально возможным. Выше только 10,7 и 11,0. На которые он в том числе и попадает. У самолета довольно неплохие летно-технические характеристики. 1400 км в час максимальная скорость и время вража 27 секунд всего-навсего. Что, на мой взгляд, довольно неплохо. Не самая лучшая скороподъемность 135 литров в секунду, но и она и далеко не самая маленькая. Из вооружения у нас есть 20-мм пушки М39А2. Две штуки. С боезапасом 280 снарядов каждый. То есть суммарно на 560. И скорострельностью 1700 выстрелов в минуту. Хочу отметить, что данные пушки очень хорошо стреляют. У них отличная баллистика. Их боезапаса более чем достаточно для этих боевых рейтингов. Для поражения воздушных целей у нас есть дополнительное вооружение подвесное. А именно ракета АИМ-9Б. Две штуки. Они же сайндвиндеры. И более лучшая версия этих сайндвиндеров АИМ-9Е. Тоже две штуки. К сожалению, больше двух ракет воздух-воздух повесить на данный самолет нельзя. Именно поэтому после отстрела этих ракет вы будете полагаться только на автопушки. Но опять же повторюсь, автопушки довольно хорошие. То есть стрелять противнику не составляет особого труда. Ленты, которые используются на данных автопушках, довольно хорошие. Если смотреть ленту для воздушных целей, у нее бронепробитие с 500 метров 27 миллиметров. И состав 4 снаряда. Три из которых это осколочно-фугастый зажигательный и один бронебойно-зажигательный трассирующий. Также у нас есть скрытая лента с таким же наполнением, но более пробивным бронебойно-зажигательным снарядом. Универсальная лента, которая такая же как и воздушная, только там один через один снаряды идут. А также у нас есть 20-ти миллиметровая лента для поражения бронированных целей. У нее бронепробитие 39 миллиметров с 500 метров. В принципе, этого достаточно для большинства противников на топов, чтобы в крышу их пилить. А также разных БМПшек и зениток. Но, к сожалению, в совместных боях есть одна большая проблема. Это топовые зенитки с ракетами с земля-воздух. И они карают вас просто за 2 секунды. Если вы после появления на карте в совместных боях резко не пойдете на низы. Причем настолько низко, чтобы брюху можно было цеплять ветки деревьев. То вас практически сразу собьют. Либо вам должно повезти с картой. И если там будут холмы, горы и так далее, на некоторых локациях это есть, то лучше летать за ними. В противном случае, опять же, вы будете сбиты. Также у самолета имеется два двигателя. С максимальной тягой 960 килограмм силы. В максимальном режиме работы. И форсажная тяга 1430 килограмм силы. Самолет сам по себе довольно легкий и небольшой. Что усложняет по нему стрельбу с автопушек. Ну, конечно, ракеты в нас попадают очень даже зашибись. Максимальной скорости и скороподъемности мы проигрываем другим топом. Но зато маневренность у нас на довольно высоком уровне. Во всяком случае, мне так показалось. Ибо я перекручивал противника. Учитывая тот факт, что я не умею летать. Это довольно большой плюс для этого самолета. Что касается совместных боев. Друзья, у нас довольно богатый выбор подвесного вооружения. Пользоваться, конечно, я догадываюсь, чем вы будете. Я лично летал на четырех буллпапах. Да, на этот самолет можно взять четыре буллпапа. И это максимум. Также можно взять пять бомб по 750 фунтов. Или три по тысяче. А также можно брать универсальное вооружение. Там, где у вас будут ракеты Сайнвиндера АМ-9Е. Буллпапы. Нары. И еще бомба. То есть там вообще вариантов куча. Опять же, как я вам говорил ранее. Лучше всего летать на самых-самых низах. Либо прячась за какими-нибудь горами. Чтобы вас зенитки не позбивали. И если у вас это получится, или зениток не будет на карте, то данный самолет может наштурмить четыре, пять, а может даже иногда и шесть фрагов. Также самолет можно посадить на довольно короткую полосу. Так как у нас есть тормозной парашют, который облегчает торможение. Также хочу отдельно отметить тот факт, что у самолета довольно крепкая конструкция. И на больших скоростях вы спокойно можете резко дергать ручку на себя. С самолетом ничего не произойдет. Правда, я бы, наверное, рекомендовал к этому самолету прокачать пилота до аса. Потому что большие такие экстремальные перегрузки этот самолет умеет производить. И пилот будет часто как бы не очень хорошей кондицией находиться. Именно поэтому лучше иметь более прокачанного пилота, который имеет более серьезную выносливость. К сожалению, у самолета нет бомбового прицела. Поэтому бомбу сбрасывать придется на глаз. Также у нас есть система обнаружения-облучения, которая показывает, с какой стороны вас светит радар. А также средства противодействия ракетам. Их всего 60 штук. По 30 с каждой стороны на хвосте там такие коробочки стоят. Можно вешать и ЛТЦшки, и ДОшки. Это будет вас спасать от ракет с самонаведением. В плане танкования самолет, конечно, похвастаться не может. Бронирования у нас нет. Поэтому попадание зениток с автоматических орудий... Я ракеты вообще сейчас не беру в расчет. Потому что ракеты сразу нас разносят в хлам. А также обстрел другой авиацией. Мы особо не переживаем. Имейте это в виду. И в целом, подводя итог, мне лично самолет понравился. И несмотря на то, что у меня довольно фиговый скилл полетов. Я умудряюсь на нем сбивать по два самолета в реалистичных воздушных боях. И штурмить наземку. Ну, при должной сноровке, конечно. То есть самолет максимально универсален. Для борьбы с воздухом, для борьбы с наземкой. Замечательно подходит. Также, кстати, благодаря скорострельности автопушек. Он довольно неплохо разносит вертолеты. Несмотря на то, что они, по сути, являются летающими танками. Которые танкуют все подряд. Но данные автопушки они держат очень хреновенько. При этом резкие перегрузки самолет отлично переживает. И не разваливается. От маневров, которые вы сможете на нем выписывать. Поэтому я считаю, что F5A является замечательным топовым призом данного марафона. Как и, соответственно, танк. А что вы думаете по поводу этого самолета, можете написать в комментариях. Я обязательно почитаю. Может быть, я что-то упустил. Или недорассказал. Как раз в комментариях меня сможете подправить. В случае чего. Но я думаю, другим игрокам тоже будет интересно разные мнения послушать. А если вы уже нафармили этот самолет, можете также делиться своим опытом игры на нем. Может, какие-то фишки. Я не знаю. Вы можете их подсказать. А с вами был кротавый Паша Фриман. Я надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, то не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Также напоминаю, что я вернулся. И стримы теперь у нас на канале проходят практически каждый день. Поэтому приходите, ждите анонсов. Также подписывайтесь во все мои социальные сети, чтобы эти самые анонсы и стримов не пропускать. Всем желаю отличного рандома, удачи и пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok